Старый жилой фонд продолжает тревожить Одессу. Вслед за недавним обрушением в переулке Нахимова сегодня рухнула крыша флигеля аварийного дома на польском спуске 9. К счастью, обошлось без жертв, но отселить пришлось два десятка жителей. Подробности инцидента знает мой коллега Юлиан Аксенов. За моей спиной тот самый флигель, который обрушился вчера в 23.10. Рухнула крыша, обрушение пришлось на его внутреннюю часть, лишь несколько кирпичей упали в сторону Деволановского спуска. В результате обрушения, к счастью, пострадавших нет. Эта часть дома давно уже не жилая, но из-за обрушения пришлось эвакуировать 21 жителя. Трое из них скрылись в неизвестном направлении. Еще трое находятся в детском лагере «Мечта», который принадлежит городу. И 15 пожелали оставаться у родственников. Сейчас в ситуации разбирается местный ЖКС. Экспертиза сегодня прошла. Эксперты вышли, провели все необходимые меры и дадут нам заключение в течение недели. После этого, до момента заключения, мы не пускаем в дом никого, кроме как они заберут животных, там остались животные и личные вещи. После заключения, если будет принято решение о том, что дому не быть, тогда будет принято соответствующее решение об отселении людей в какой-то отселенческий фонд. Отмечу, что еще в 96-м году дом был признан аварийным. А в 2018-м здесь, в его центральной части, произошел пожар. Пострадал третий этаж и полностью выгорела крыша. Что делать с домом, должна решить заказанная городом специальная экспертиза. Но ситуацию осложняет тот факт, что сам дом еще несколько лет назад был выкуплен частным инвестором. Он же обязался расселить людей, однако этого не происходит. И сейчас в уцелевших частях дома продолжают проживать около двух десятков людей. Местные жители общаться со съемочной группой репортера отказались, но нам удалось узнать, что фактического владельца обрушившихся квартир нет. Ранее люди сюда вселились попросту с самозахватом. Сейчас в мэрии ищут того самого инвестора, которому принадлежит дом. Именно он обязан расселить людей. Если этого не произойдет, город поможет своим фондам отселения. Напомню, 9 апреля рухнула стена дома в переулке Нахимова. Тогда, к счастью, тоже обошлось без жертв. Уже на следующий день завал разобрали.